Слово предоставляется президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Уважаемые коллеги, уважаемый председатель, прежде всего хочу, так же как и присутствующие здесь главы государств, поприветствовать искренне президента Молдавии Игоря Николаевича Дадона, который впервые участвует в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Отмечу, что сотрудничество в рамках Евразес продвигается успешно. Мы вместе добились результатов в деле формирования и укрепления ёмкого общего рынка с универсальными правилами для экономических операторов. Можно с полной уверенностью сказать, что наш общий рынок сработал в качестве своеобразной подушки безопасности, несмотря на определённые издержки, связанные с внешней конъюнктурой, которая сложилась неблагоприятно. Об этом уже было здесь сказано. Но, тем не менее, как подушка безопасности наши интеграционные институты сработали, в определённой степени нивелировали воздействие неблагоприятной внешней конъюнктуры, а национальные экономики смогли адаптироваться к новым реалиям. Это действительно так. Обращаю внимание, что в январе текущего года по сравнению с январём прошлого года объём взаимной торговли в рамках Союза вырос на 38%. Как Насамбич говорил, кризисы приходят, но они потом и рано или поздно заканчиваются. Вот 38% у нас плюс, а поставки государств-членов в третьи страны выросли на 37%. Существенно улучшилась, и это отмечаю как, наверное, самое главное, улучшилась структура экспортно-импортных операций, снизился удельный вес сырья в торговле в 2016 году, и обозначился рост доли машин, транспортных средств и оборудования, продовольственных и сельхозтоваров. В 2016 году производство в сфере сельского хозяйства Союза увеличилось почти на 4%. Наметился рост в промышленности. Рассчитываем на позитивную динамику в этих отраслях и в текущем году. Отдельно хотел бы отметить, что существенная часть этого прироста приходится именно на российский рынок, который всё более активно осваивается государствами и членами Еврозес. Это выгодно как нашим партнёрам по Союзу, так и российским потребителям. В 2016 году на Россию пришлось около 62% объёма совокупных внутрисоюзных поставок. Во многом благодаря рынку Союза в Казахстане развивается новая отрасль – автомобилестроение. Хочу проинформировать Норсона Бишича, мы приняли решение по вашему предложению о продолжении и расширении нашего сотрудничества в космосе с использованием Байконура. Мы все наши планы скорректируем в самое ближайшее время, имея в виду использование космодрома «Восточный», с тем, чтобы активно вместе с вами работать по имеющимся у нас проектам, которые вы сформулировали с использованием не только Байконура на длительную перспективу, но и с реализацией тех планов по совместным пускам, по разработке новых видов ракетной космической техники. В Киргизии создаются условия для восстановления текстильного и швейного производства. Как известно, в 2016 году экспорт тиргизских товаров лёгкой промышленности в страны Союза вырос на 38%. Товарооборот сельхозпродукции между Арменией, скажем, и Россией также увеличился, причём на солидную величину в 22%. Развивается кооперация с Республикой Беларусь, причём развивается очень активно. По некоторым крупным предприятиям взаимная зависимость составляет сейчас 40 и более процентов. Многие виды товаров рассматриваются в Российской Федерации, произведённые в Беларуси, как производство отечественного производителя и пользуются такими же льготами при государственных закупках на территории Российской Федерации. В последнее время проделана значительная работа по совершенствованию договорно-правовой базы Союза. Согласованы такие фундаментальные документы, как Таможенный кодекс, концепция формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов. По этапной либерализации финансового рынка. По всем этим направлениям удалось выйти на взаимоприемлемые решения. Приоритетное внимание необходимо уделять дальнейшей работе по улучшению макроэкономической ситуации, увеличению объёмов инвестиций в основной капитал, созданию большей добавленной стоимости и развитию несырьевого экспорта. Важную роль в решении актуальных вопросов экономического роста, обеспечения финансовой стабильности наших стран, играет Евразийский банк развития и управляемый им Евразийский фонд стабилизации и развития. Банк выполняет значимую роль в осуществлении крупных инвестиционных инициатив. На реализацию этих целей уже предусмотрено около 4 миллиардов долларов. Последний пример такого сотрудничества – недавно подписанное соглашение о предоставлении Киргизской республике кредита на сумму 110 миллионов долларов для финансирования конкретных инфраструктурных проектов в республике. Одной из насущных задач является последовательное устранение препятствий на пути свободного движения товаров, рабочей силы, услуг и капиталов. Такие барьеры у нас ещё, к сожалению, сохраняются, но мы договорились о том, что постепенно будем их устранять. В соответствии с договором о Союзе эти процессы будут планомерно реализовываться до 2025 года. Ещё одним элементом укрепления Евразес является сопряжение информационных систем наших госорганов, прежде всего таможенных служб, с целью создания механизма мониторинга движения товаров по территории Союза. Это позволило бы либерализовать и улучшить решение таких вопросов проблемных для транзита товаров третьих стран, в том числе и Украины. Мы об этом с вами дискутировали неоднократно и пришли к выводу, что введение этой электронной системы отслеживания движения товаров помогло бы и нашим партнёрам, которые находятся вне Союза. Эффективный контроль невозможен без внедрения обязательного оформления товаросопроводительных документов в электронной форме. Это передовая мировая практика. С учётом технических особенностей подобных проектов, необходимо в максимально короткий срок завершить подготовку соответствующего соглашения. Если говорить о международной деятельности Союза, напомню, что уже действуют соглашения о свободной торговле с Вьетнамом, ведутся переговоры с Китайской Народной Республикой, Израилем, Сербией, Египтом, Индией, Сингапуром. И уже упоминали здесь о наших контактах и соответствующей работе с Ираном. Мы также контактируем активно с Шанхайской Организацией Сотрудничества, ОСИАН и другими организациями. Развитие внешнего контура нашего интеграционного объединения должно быть продолжено на системной и плановой основе. И в заключение хотел бы сказать и выразить надежду, что Евразийский Союз продолжит крепнуть и расти на благо народов наших стран. Думаю, что у нас есть все основания для такого оптимизма. Спасибо большое за внимание. Спасибо. Спасибо. Спасибо.